Добрый день! В эфире программа «Экономикс». В студии для вас сегодня работаю я, Маруся Загорска. Правительство России предложило Госдуме утвердить поправки в бюджет страны на текущие и следующие годы, исходя из скорректированной цены на нефть в 50 долларов за баррель. В нынешней редакции бюджета она заложена на уровне, внимание, 96 долларов. Еще несколько новостей экономики и бизнеса в нашем обзоре. Сумма просрочки по кредитам россиян приближается к 1 триллиону рублей. По данным газеты «Ведомости» эта цифра будет расти. Реальные доходы населения сокращаются и выплачивать займы становится сложнее. В школах края собираются ввести уроки финансовой грамотности. Минфин совместно с Центробанком разрабатывают стратегию улучшения знаний россиян в области экономики. Программу отработают в пяти пилотных регионах, в их числе Алтайский край. Правительство хочет сократить срок регистрации нового бизнеса до трех дней. Новый законопроект предусматривает облегчение процедуры оформления документов при создании юридического лица или получении статуса индивидуального предпринимателя. Белорусская сельхозтехника будет ездить на алтайских двигателях. Моторный завод отгрузил в соседнюю республику двигатели для комбайнов Полессия. Пока это опытные образцы, в дальнейшем их адаптируют, после чего можно будет начать серийную сборку. Правительство решило, что любой россияне сможет купить новое жилье в ипотеку со ставкой не выше 13% годовых. Вот эти 13% будет выплачивать сам заемщик. А разницу с реальной рыночной ставкой банкам обещает компенсировать государство. Зачем страна берет на себя такие долгосрочные и дорогостоящие обязательства? Кому будут давать льготную ипотеку? И стоит ли вообще в кризис покупать квартиру, тем более в кредит? Расскажем в сюжете. Светлана, как сказали бы, в советское время молодой специалист. Прошлым летом она закончила журфак, устроилась на работу в Барнаульскую газету. Пока училась, жила в общежитии. Сейчас снимает комнату. Говорит, о собственной квартире пока можно только мечтать. Я вчерашний студент. Какое у меня свое жилье не накопило? В ипотеке вообще не думала. Это дорого, долго. Не знаю, заморочки. Мне кажется, я как-то не доверяю всей этой системе. Если честно, боюсь туда лезть. После того, как Цитробанк повысил ключевую ставку, кредитные организации подняли проценты на жилищные займы, ипотечный рынок обвалился и встал. По прогнозам МАИЖК, к концу 2015 года число взятых кредитов на жилье могло снизиться в 8,5 раз. Чтобы реанимировать ипотеку, заодно поддержать строителей. Правительство запустило льготную ипотеку под 13%. В Алтайском отделении Сбербанка сообщили, что готовы по этой программе выдавать займы и вовсе под 11,9%. Разницу с рыночной ставкой возместит государство. Что касается механизма субсидирования, здесь никаким образом заемщик не будет обременен какими-то дополнительными отчетами. То есть заемщик будет платить по ставке 11,9% годовых, все остальное будет между банком и государством. На субсидирование льготной ипотеки из российской казны выделят 20 миллиардов рублей. По подсчетам экспертов это позволит выдать ипотечных кредитов на сумму 400 миллиардов. Впрочем, многие потенциальные заемщики к инициативе государства отнеслись скептически, ведь выгодная ставка в 13% распространяется только на покупку нового или строящегося жилья. Когда есть кризис, люди все-таки стараются брать вторичку, потому что понимают, что если там на стадии еще стройка котлована, то это большой риск недостроя. Размер займа тоже решили ограничить в Алтайском крае, как и в других российских регионах. Лимит льготной ипотеки составит 3 миллиона рублей в одни руки. В Барнауле этих денег хватит на покупку двухкомнатной квартиры без отделки. Впрочем, получить такой кредит смогут далеко не все. С 1 марта изменился закон о кредитных историях, и теперь причиной отказа в займе могут стать долги по алиментам и коммунальным платежам, а также штрафы. Возможно, это даст сохранить тех потенциальных заемщиков, которые бы при прежних условиях покупали квартиру у застройщиков. Возможно, их удастся сохранить. Привлечь новых, думаю, нет. Если крупные федеральные банки будут получать субсидии от государства напрямую, то мелкие игроки через агентство по ипотечному кредитованию. Только оно не спешит объяснять контрагентам тонкости работы по новой программе. Поэтому большинство местных банков пока не предлагает ипотеку на льготных условиях. А зная потребность жителей края именно во вторичном жилье, тот же Форбанк под ставку в 13-14% даст возможность выбрать любую квартиру. Ссылаясь на опыт прошлого кризиса, их аналитики предполагают, что цены на вторичку пойдут вниз, а значит, покупать ее будет выгодней. Если клиент готов в ближайшие 2-3 года выкупить квартиру, то, конечно, он может пойти смело на рассрочку от застройщика. Но если все-таки есть сложности в поступлении денег в такое короткое время, то лучше рассматривать ипотеку банка. Есть опасность, что часть заемщиков не сможет купить квартиры, потому что строят их сейчас меньше, чем нужно. Так, по словам замначальника главстроя Андрея Гетих, а больше половины квартир, планируемых сдачи в этом году, уже раскуплены. А значит, найти жилье по всем условиям, подходящее для получения ипотеки, будет непросто. Задача усложняется и тем, что льготные займы будут выдавать только до 1 марта 2016 года. Так или иначе, заявление на льготную ипотеку алтайские банки принимать уже начали. В России, которая за новейшую историю переживает уже третий кризис, покупка недвижимости считается одним из самых надежных способов вложения и сохранения денег. Но финансисты предупреждают, брать жилье в ипотеку в нестабильное время стоит разве что тем, кто сегодня снимает жилье. Ведь по прогнозам, реальные доходы россиян будут сокращаться и дальше. А потому велика вероятность, что лишняя квартира может стать непосильным бременем. Это была программа «Экономикс». Я Маруся Загорская. Скоро снова увидимся. Будет новый день и новые деньги. Редактор субтитров А.Семкин